здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко видео этого канала отличаются тем что я рассказываю не только как приготовить вкусные ароматные красивые блюда и напитки но и полезные для вашего здоровья и безопасные для вашей жизни и это видео не исключение если вы любите пить чай китайский и возможно у вас есть вегетососудистая дистония гипотония гипертония несущественно то в этом видео вы узнаете как приготовить чай самый полезный для вашего здоровья чтобы вылечить вегетососудистую дистонию а если вы здоровы но вегетососудистая дистония есть у ваших друзей знакомых родственников у вас уже есть формальный повод отправить им ссылку на это видео чтобы не получили эту полезную информацию напоминаю что генетику изменить нельзя если это ваши кровные родственники они уже имеют те или иные болезни то возможно еще в пути и это видео вам также будет необходимо итак как приготовить чай китайский чтобы вылечить вегетососудистую дистонию по гипертоническому типу либо по гипотоническому типу их обычно называют гипертония либо гипотония и здесь чай имеет ключевое значение в этом видео вы узнаете как вылечить сложные варианты гипертонии либо вегетососудистой дистонии почему ключевое слово в лечении и профилактике это кофеин с чем кофеина больше в напитке тем больше мере он повышает артериальное давление гипертонику и создает угрозу для его жизни здесь и сейчас и в большей мере повышает артериальное давление гипотонику и создает угрозу его жизни в отдаленной перспективе кофеин противопоказан при наличии и гипертонии и гипотонии гипертоники обычно исключают и теряют из своего рациона очень полезный напиток гипотоники обычно усиленно используют и теряют свое здоровье вот как приготовить чай правильно будет в этом видео очень важные ингредиенты которые находятся перед вами они попадают в чайный напиток в конце приготовления и почему они здесь находятся самый простой способ нейтрализовать кофеин сделать его действие на сердечно сосудистему мягким мягким это добавить в конце приготовления молока тот кальций который есть в молоке он нейтрализует щавелевую кислоту и у вас исчезнет еще один стрессовый фактор с употреблением чая ведь щавелевая кислота попал в кровь удаляет через почки кальций и магний составе аксалатов кальция либо магния и повышается стрессовая активность у вас формально повышается артериальное давление вы более эмоционально реагируете на события окружающей вас среды создавая себе проблему как только вы пьете чай с молоком делаю акцент с молоком готовите не на молоке осы молоком то изначале завариваете чай а потом добавляете молоко в этом случае вы получаете прекрасный лечебно-профилактический напиток в котором действие кофеина сердечно-сосудистым будет очень нежным постепенным и вы практически не почувствуете а другие биологические активные вещества чая улучшает проницаемость сосудов это комплекс биофлавоноидов усиленный витамином c в этом случае постепенно изменяется проницаемость сосудов и уровень артериального давления на любую нагрузку вас будет повышаться в меньшей степени соответственно меньше риск для вашего здоровья и вы постепенно можете вылечить и вегетососудистую дистонию и гипертоническую болезнь если вам нужно более жестко ограничить действие кофеина и фактически полностью исключить его из напитка то тогда вы используете другой компонент тоже добавляется в конце приготовления это пищевая сода сода создает жесткие щелочные условия нейтрализует и щавелевую кислоту нейтрализует и кофеин делает его нерастворимым самое главное после добавления соды вам нужно не процедить чай а слить верхние две трети при остывании чая нерастворимый кофеин окажется соли кофеина окажется внизу и вам достаточно слить только две трети объема там кофеина практически не будет и вновь безопасное действие на вашу сердечно-сосудистему а витамины c и b делают свое дело улучшают проницаемость сосудов и улучшают обменные процессы в организме в целом вот лимон я здесь разместил не просто так есть мнение что чай с лимоном очень полезен случае если у вас прекрасное артериальное давление а добавить лимон чай гипотонику и гипертонику противопоказано гипертоник понимает давление резко взлетит вверх и вновь риск инфаркта либо инсульта либо острой сердечной недостаточности гипотоники часто используют лимон действительно тонус увеличивается больше кофеина попадает к мозгу вы работаете более интенсивно но очень быстро идет износ сердечной мышцы вы попадаете в хроническую сердечную недостаточность и часть лимоном гипотонику может привести к необходимости со временем для пересадку сердца это от 250 тысяч долларов инвестиция в свое здоровье когда вы не знали просто как приготовить чай правильно поэтому лимон здесь находится не для того чтобы его использовать для того чтобы поняли что его нельзя категорически нельзя использовать с и чаем не в начале приготовления в конце единственное как вы можете использовать лимон в прикуску то есть у вас пошел чай в котором вы удалили либо молоком мягким способом либо пищевой содой вы удалили кофеин а дальше пожалуйста добавьте лимон в такой чай и он будет полезен для вашего здоровья вы обогатите его витамином c как правильно выбрать чайный лист я не буду дублировать эту информацию она уже есть на моем канале ссылку вы уже видите можете спокойно перейти по этой ссылке и вы узнаете как выбрать какие критерии нужно использовать для того чтобы выбрать вид чая для своего здоровья я вас уверяю начинать нужно не между двумя позициями черный и зеленый совершенно по и но там же вы найдете краткую технологию как приготовить чай правильно а если вам нужно больше информации про чайные церемонии вопрос ссылку вы видите переходите по ней не подробно расписываю каждый там рассказываю почему водой в состоянии белый ключ не чай уже заваривать а посуду дезинфицировать это самая агрессивная среда в которой убьется любой чай самый дорогой более жалко если вам нужно больше информации знать о том как подготовить воду не вопрос ссылку такую вы тоже видите на экране можете перейти по ней и вы узнаете как правильно подготовить воду для того чтобы получить из чая максимум биологически активных веществ особенно биофлавоноиды важны именно от них зависит проницаемость сосудов через которую идет обмен веществ и активная реакция виде гипертонии при которой человек рискует инфарктом либо инсультом либо пассивная реакция виде гипотонии при которой вы снижаете ваш организм вынужден работать на низких оборотах и вас работоспособность страдает правильно приготовленный чай вы можете нормализовать давление и выйти из болезненного состояния вы здоровы вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычные подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео оставьте на него лайк ведь неправильно выбранный чай это кардиологический риск вы можете сэкономить несколько сотен долларов если будете готовить чай правильно если вам такая экономия нравится напишите комментариях под этим видео кстати если какая-то информация была мной не точно осветлена задайте вопрос я постараюсь ответить и для вас будет бесплатная консультация диетолога онлайн до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм и